3 килограмма 450 грамм, 450, умножаем на 350, цена 300-350 рублей куриц, получается 1210. Узнав о разнице в цене на деревенскую фабричную куриц, на собственном опыте программа напрямую с рынка отправляется за ответами далее. Пункт первый. Птицефабрика. Приглушенный свет, автоматическая вентиляция помещения и, внимание, 84 тысячи куриных голов. Это корпус для выращивания, куда поступают цыплята с суточного возраста, доращивают их до 105 дней. В дальнейшем переводится с их промышленных курни сушек для получения яйца. Кормление здесь четырехъеразовое, то есть сыпное. По высчитанной изоотехниками норме, на одного цыпленка приходится 25 грамм сухого зернового корма в сутки. В этом возрасте цыплят кормят наиболее интенсивно. Если видим, что она отстает в каком-то возрасте, в развитии, значит думаем, что же для нее нужно сделать. За таким автоматизированным хозяйством ухаживает всего одна птичница. Крудозатраты минимальные. А это взрослые куры-несушки. В цехе их почти 80 тысяч. В каждой ячейке по 8 кур. Эта птица имеет двухразовое кормление, сбалансированные рационы у нас. Формится наша птица только натуральными кормами. Это зерно, пшеница, ячмень и шрот, соевый, шрот, подсолнечные, витаминные премиксы. Никаких химикат мы не вводим в кормление. Здесь зерно, пшеницы, но естественные витаминные премиксы. Подобное предприятие это как огромный организм. Все процессы в нем непрерывны и максимально упрощены. Мясо на этой птицефабрике побочный продукт. 19,5 месяцев мы ее забиваем на мясо, мясо реализуем. Мы спросили у специалистов, чем по их мнению отличается их курица от домашней. Деревенская курица ее опаливает, поэтому она немножко имеет другой окрас. Хорошо, если на рынках на самом деле деревенская курица, а не пабричная, красиво приготовленная для глаз потребителя. В деревне, конечно, она там, если деревенская курица, находится по воле. Наша курица содержится в клетке. Ясо закладываем, лежит оно 21 день. В инкубаторе Яны Трониной очередная порция яиц. Как мама-наседка, она следит за температурой внутри и вручную прикладывает будущих цыплят в механический инкубатор. Если какие-нибудь такие чрезвычайные ситуации, как свет отключают или еще что-то, нужно обязательно подключить какой-либо аккумулятор или станцию, так как без света яйцо просто пропадет. Этим будущим богатырям, помните, мы видели их взрослых товарищей на рынке, сегодня лишь шестые сутки. Чтобы нарастить массу в 3 килограмма, им нужно кормиться минимум полтора месяца. Курица, когда вывод произошел, я их кормлю первую неделю яйцо вареное и творог. А для бройлеров в любом случае это нельзя. Им только гранулированный комбикорм, либо сухой комбикорм. А в день у меня уходит 20 килограмм корма на маленьких. И чем взрослее птица, тем больше она ест. Почитаем Янины вложения. Вот буквально вот такой мешочек, вот он 20 килограмм, на 10 цыплятых хватит дней на 5. Цена этого мешочка 350 рублей. Кормить ориентировочно, ну, 2 недели. Итого около 1000 рублей на корм для 10 цыплят. А их у Яны около 200. Бройлер это вообще, ну, я не знаю, сравнимо, наверное, с поросенком съедает все. Как же кормится домашняя птица? Наблюдение первое. Куры свободно прогуливаются по ферме. А значит, могут перекусить и травой. Питание такое ненормированное. То есть, сколько есть, столько едят. Очевидно, что раз курица ест столько, сколько хочет, ее жировая прослойка будет больше. Рацион питания в деревне разнообразнее, чем на птицефабрике. Спору нет. Здесь пшеница дробленая, овес, горох, жмых, подсолнечник. Вот такой разнообразный стол у деревенских куриц. Неужели цена на рынке зависит только от этого? Наблюдая, как Яна в одиночку справляется со всем этим хозяйством, понимаешь, человеческий труд тоже набивает деревенским курам цену. В осени, в сентябре, где-то, получается, месяцев семь, уже можно ее на мясо. Домашняя курица, она, естественно, больше. Она пожирнее. Действительно ли у деревенской курицы и курицы с птицефабрики разные вкусовые качества? Выясним завтра вместе с командой профессиональных поваров. Мы узнаем, влияет ли цена курицы на ее качество. Не пропустите! Продолжение следует...